Сегодня поговорим о сертификации разработчиков и о новой сертификации партнеров. Вообще сертификацию мы уже запустили с начала этого года. И время показать вам, что за это время произошло и проверить, насколько вы готовы к тому, что будет 1 сентября. Собственно, сначала напомню о самой сертификации. Напомню, что вопросы мы задаем в приложении, так получается удобнее, когда их озвучивает наш коллега. Пожалуйста, задавайте их там. Собственно, тестирование разработчиков у нас уже есть давно. Раньше это были онлайн-тесты. Что изменилось? Первое, мы сделали гораздо большую объективность. Вообще это была цель. Научиться объективно оценивать, насколько специалисты хорошо знают нашу платформу, умеют ее использовать грамотно. Было много вопросов, как делают проекты партнеры, фрилансеры и так далее. Что мало на рынке специалистов готовых, которых можно нанимать, которые хорошо знают систему. Как раз-таки сертификация – это способ влиять здесь. Собственно, было очень важно сделать, чтобы экзамены можно было проходить в онлайне. И мы смогли это реализовать. Любой партнер, в любом городе специалист, находясь у себя дома, в офисе может сдать экзамены. Второе, они стали с контролем. То есть мы проверяем и просим сделать фото документа в веб-камеру, чтобы видеть, кто именно сдает экзамен. Что это тот же самый человек, который на него записывался. Дальше мы даем задания практические и даем сервер, на котором они решаются. То есть реально верстка, битрикс, и просим ее внедрить, сделать компонент, призвать обручки событий и так далее. Оцениваем реальные навыки, как специалист, программист умеет с платформой нашей работать. При этом в процессе мы тоже обеспечиваем контроль. Мы делаем фотографии с веб-камеры постоянно, мы делаем скриншоты рабочего стола, оценивая, что все было честно, и что тот же самый человек все еще сдает экзамены, а не посадил вместо себя более опытного коллегу. По итогу есть общая методика, честная, по которой мы оцениваем, как был сдан экзамен, успешно или нет. Собственно, второе изменение экзаменов стало несколько. После успешного прохождения каждого специалист получает сертификат. Еще одной целью было сделать большую доступность по стоимости. И, конечно, здесь тоже у нас успех. Особенно стоимость первого экзамена, кажется, не ограничивает никого, в том числе студентов, чтобы его сдавать и получать в подтверждение своей квалификации. На сегодня уже доступны первые два экзамена, и вторые два появятся в течение этого года. Собственно, сдавая экзамены, разработчик получает уровень. Мы ввели три уровня – базовый профессионал и эксперт. Это такой некоторый аналог, при принятых в IT junior, middle и senior. В данном случае по компетенциям, на то, насколько специалист знает нашу платформу. Собственно, и будет новая такая красивая страничка, на которой мы будем показывать, какие сданы тесты, экзамены и уровень специалиста на сайте. Экзамен – вообще-то на самом деле весь стресс. Нужно подготовиться, прийти и сдать. Тебя будут оценивать, тебе будут вносить вердикт, сдал, ты не сдал, ты молодец или нет. Экзамен проходит удаленно. Мы даем наш сервер, куда идет подключение по терминалу. Там нет ID, который привык программист. Но, в принципе, не очень комфортно. Но, тем не менее, мы получаем много положительных отзывов, что процедура клевая в том плане, что я себя оценил. Я узнал, что я знаю, что я не знаю. Что я увидел, где меня попробел, что мне нужно подтянуть. В принципе, положительные впечатления. И в анкете появляется такой вопрос. Вам понравилось или нет? И даже если разработчики говорят, как там не было моей ID, это было так некомфортно, но все равно нравится, да. Вообще кажется, что здесь для разработчиков важен именно челлендж. Это вызов, и что он с ним справился, и это вызывает гордость, и это нравится. Собственно, кто сдает экзамены, а кто нет? В чем фишка? Сначала по статистике. Первый экзамен проходит, в общем-то, подавляющее большинство, четверть попыток неудачно. В принципе, здесь ожидаемо. Второй экзамен, в общем-то, мы ожидаем, что будет получше ситуация, но половина попыток неудачных, сходу уже не сдать. Здесь уже отношения гораздо более серьезные, появляются гораздо более серьезные навыки. Как выглядит человек, который обычный экзамен не проходит? Это фотографии не кандидатов, обычно, естественно, мы фотографии не публикуем. Собственно, и опытные, и неопытные. Смысл в этом, да? Они не проходят. Проходят, на самом деле, тоже. И опытные, и неопытные. Здесь нет ошибки. На самом деле так. В чем секрет? В чем разница? На самом деле, основное отличие в подготовке. Да, конечно, влияет опыт. Да, конечно, влияет, не знаю, у кого-то был интернет очень быстрый, у кого-то более медленный. Умудрять создавать на 5 мегабитах по терминалу, в принципе, успешно. Другого просто канала в группе у людей нет. Но основное по подготовке. Вот у нас есть для этого все. У нас есть подробное описание тем. То есть экзамены построены по схеме максимально честной. Что мы принимаем? Какие темы? Как мы оцениваем? Что разработчику важно продемонстрировать при решении заданий? Перечислено прямо по пунктам. Ты должен сделать вот так, вот так, вот так. Мы даем тестовые задания и билеты, чтобы каждый мог оценить, успевает ли он решить задание. Это частый кейс, когда приходит разработчик опытный. Да я все знаю. И во время экзамена пытается вспоминать, а как же это решалось. Я уже 5 лет и не вздрял-то, да. И не успевает. Банально есть. Самое главное – это демо-сервер. Понятно, что наш сервер – это Ubuntu. Там стоит графический интерфейс. Не всем он может быть знаком. Можно заранее его скачать, протестировать, чтобы быть готовым и во время экзамена не переживать, где здесь переключить язык или что-то еще. Но, конечно, когда не задают опытный программист, вопрос – ну как так? И это прям реальный кейс. Созваниваюсь с руководителем веб-студии, он мне дает отзыв. У меня разработчик, 5 лет в компании. Он делает крутые штуки, пишет модули. Там D7 и все остальное. Он тебе два раза не сдал базовый экзамен. Первый. В чем дело? Что у вас там происходит? Во-первых, в чем здесь пояснить, хочется привести пример более близкий. Есть в зале, кто водит авто? Ну лет 5 или больше. Хорошо водит, профессионально. Все хорошо. Те, кто сейчас поднимал руку, скажите просто, кто уверен, что он придет в ГИБДД, и сперва сдать экзамен. Теория и вождение. Ну раза в три, в два меньше. Понимаете, о чем я? Когда у нас есть опыт, мы даже не помним, почему мы что-то делаем. Мы проезжаем перехресток, автоматически уступая или не уступая. Некоторые вещи мы много раз уже не делали и забыли. То же самое происходит и на экзамене. На самом деле основное не готовится. Мы потом выяснили, что человек мало того, что вообще не готовился, был форс-мажор в проекте, он ночью не спал, пришел сдавать экзамен. Первый раз его видит, естественно, пусто. Второй раз, ну типа я там высплюсь, приду сдам, ну нет. И только когда человек почитал темы, вспомнил, как вообще делается, подготовился, сдал. Для новичков это вообще отличная схема. Пока он не разберется, как правильно с продуктом работать, можно его, собственно, по этому не допускать. Есть первый экзамен базовый, он стоит 1000 рублей, это для партнера отличный инструмент, чтобы пришел человек новый, он обучился, сдай первый экзамен. Если сдал успешно, вы вообще понимаете, что он в принципе понимает, как система работает, и по этому пускать можно. Это стоит 1000 рублей вам, а полностью процент весь на нас по оценке. И еще мы видим, что действительно есть пробелы в знании. Зачастую мы обучаемся, так называемым, методом научного тыка. Зачем же читать мануал? Сейчас сам справлюсь. Я же шумный, зачем мне там книжки эти? Справляемся. Но справляемся не всегда правильно, и остаются пробелы. Некоторые вещи нам на практике не были нужны, и мы не узнаем, что они вообще в платформе есть. И прям есть слайд, слайд грусти, я его назвал. Шабоны внедряют часто неправильно. Применяют не все нужные API. И действительно немногие разработчики уже узнали, что есть SEO-настройки, можно не через компоненты, а пилог установить заголовок страницы в динамике, а сделать это просто через админку. Управление доступом. Такое ощущение, разработчики никогда в жизни этим не занимаются. Единицы могут грамотно его настраивать и в админке, и в публичке. Get-list цикли. Это просто какая-то боль. Огромная часть непрохождения второго экзамена на профессионала. Это get-list цикли. Как народ до сих пор этим занимается, я не представляю. Кописные компоненты. Сделать свою страничку, чтобы и ЧПУ заработало, и в режиме без него все было окей, так же далеко не все знают. Это пробелы. И на самом деле отсюда вытекает слайд радости. Мы увидели явно видео, где слабо. Что нам нужно усилить, какие учебные материалы нам сделать еще. Мы даем обратную связь тому, кто сдает экзамен. Что ты крутой, ты все-таки сделал классно, но здесь у тебя пробел. Он идет пересдавать, изучил материал, он поднял собственную компетенцию. И вообще теперь разработчику есть отличная мотивация вообще ради чего учить. Если раньше я кое-как разобрался, сделал проект, его клиент принял или компания приняла, мы естественно… Как часто вы оцениваете код в глубине? Как именно реализовано? Вряд ли. Достаточно дорогой процесс. Теперь разработчику нужно разобраться ради того, чтобы успешно сдать экзамен. То есть мы ввели на рынок ту систему, которая будет помогать вам и нам развивать и компетенцию специалистов, и наращивать их количество на рынке. Собственно, приближаясь к вам, к партнерам. В этом году, с 1 марта даже, мы включили обязательные новые требования. И для тех, кто повышал свой статус, такие, кстати, есть в зале, кто повышал статус с 1 марта? Нет. И они уже должны были обязательно выполнить требования новые. Для сертифицированного должен быть один специалист, привязанный к вашей карточке, который сдал хотя бы один экзамен, базовый. Понятно, да? Для золотого, собственно, два специалиста. Один должен сдать минимум первый экзамен, второй должен сдать минимум два экзамена. И мы дали полгода переходный период для тех, кто повышал статус. До 1 сентября мы не проверяли и еще не будем пока что проверять. Но внимание осталось, на самом деле, не так много времени. После того, как мы это ввели, к нам возникли вопросы, очень важные на самом деле, что делать, если человек из компании ушел. Да, вот я получил статус, я его сентифицировал, он ушел. Что будет со статусом? Это очень хороший вопрос. И когда мы вырабатывали решение, мы посмотрели с двух сторон. Первое – это клиентовый партнер. Когда мы говорим, что партнер имеет золотой статус, мы говорим, что он обладает хорошим опытом, у него есть хорошая компетенция, его специалисты разбираются, как делать проект. И, естественно, в этом плане будет странным, если у вас есть статус золотого партнера, человек ушел, уже прошел полгода или больше, у вас все еще в команде нет специалистов, а мы все еще клиентам утверждаем, что вы крутые, и у вас есть компетенция. А мы не знаем, какая у вас компетенция теперь. Мы не можем ее измерить. С другой стороны, будет не очень правильно, если у вас проект, допустим, или у клиента есть требования, работают только с золотым партнером, вы подписываете договор, у вас уходит человек. Ну, форс-мажор. Вы не могли это предвидеть. И что теперь, да? Поэтому выработали, в общем-то, хорошее компромиссное решение. Мы даем 3 месяца на путь к латификации нового человека. 3 месяца мы поддержим статус, мы не будем его понижать, вам нужно прикрепить нового специалиста. И вообще кажется, что это больше форс-мажор. Стифицируйте ни одного и не на минимум. Эзамены по деньгам жрать вам не должны. Это хороший способ для вас оценивать квалификацию персонала. Пусть у вас будут ребята с запасом, чтобы не возникало таких ситуаций. В любом случае, будет буфер, чтобы вы смогли запасы решить, если такая ситуация возникнет. Напомню, 1 сентября все те, кто должны были и подтверждали свой статус 1 марта, по 1 сентября мы давали полгодовый буфер. Мы не проверяли, есть ли у вас в команде стерилизационные разработчики. 1 сентября мы проверим у всех. Если у кого-то не будет, мы, к сожалению, статус понизим. На самом деле, на сегодняшний день только 20% этих партнеров соответствуют. То есть 1 сентября достаточно большое количество партнеров потеряет свой статус. Я поинтересуюсь, в зале может быть кто-нибудь есть, кто должен был сентифицироваться, знает и не сентифицировался. Раз, два, три, много. Ребят, обратите внимание, мы не сможем 30 августа у всех принять экзамены. Есть время на проверку. Более того, у нас нет огромного штата людей, которые бы этим занимались. Будет пик. Мы будем ставить вас просто в очередь. Вы первые сентября потеряете статус и будете ждать, пока мы доберемся, сможем принять у вас экзамен и проверить его. Чтобы не возникла коллапса у вас и у нас, пожалуйста, сейчас самый тот период лета, проектов меньше. Самое то, чтобы подготовиться и сдать экзамены. Заканчивая презентацию, хочу сказать, что сертификация, она не то, чтобы вас что-то заставить сделать. Это, собственно, ну, как сказать правильно, основной инструмент нашего вендора, нас, влиять на кадры на рынке. Делая опросы у вас, вы даете постоянно обратную связь. Сложно нанимать готового специалиста. Нету программистов. И это анкетирование, 35, говорит, то, что берут новичков и сами выращивают, 34, это о том, что вы отдали проекты на аутсорс. То есть, это огромное количество. И сертификация, она, собственно, и нужна для того, чтобы вы могли проще оценивать кандидатов или аутсорсеров. Реально, вы отдайте проект на аутсорс. Ребята, у вас кто в команде? Базовый профессионал или эксперты против сертификата? И вы уже отсекаете тех, кто вообще не в теме, или тех, кто сдал экзамен. Это как минимум хороший уровень начальный, чтобы начать с ним и диалог. Или если вы выберете про это на аутсорс, как вы можете подтвердить новому клиенту, что у вас команда профессионалов, у меня все эксперты. Естественно, это очень сильный шаг. Если вы берете новичков, мы дали вам готовую систему. Все материалы для обучения бесплатные и доступные. Видеокурсы, документация, все есть. Есть экзамен, который стоит небольших денег или для вас готовые функции оценить чек, обучился или не знает, знает или не знает. Естественно, более компетентные разработчики, скорость проектов, их стоимость для вас уменьшается, стоимость поддержки уменьшается, когда проектов делаются грамотно. И если есть команды большие, у них обычно есть внутри уже грейды. Они выделяют новичков у себя, экспертов и так далее. И на сертификации это хорошая помощь. Очень много компаний, партнеров небольшие. Один, два, три программиста в принципе. Мы вам, посмотрите, даем готовую систему ранжирования программистов внутри. Просто пришел новый разработчик, проработал год-два, говорит, я вообще крутой стал, мне уже зарплата больше. Сдай экзамен на профессионалы для начала, к примеру. Подтверди, что ты вообще крут. Опять же, стоит это небольших денег для вас. Было очень интересно видеть мнение партнеров, как они сертифицировали свои команды после запуска. Это было необязательно. Например, IT-констракт, как компания, знаете, Петров Роман, всех сразу, ребят, так вот и часа, все на экзамен, пожалуйста. Все пришли и сдали. Роман убедился, что у него команда знает хорошо систему и так далее. Вы получали разные отзывы. Вот отзыв Романа Забодина из компании Ромзайб, я прям зачитаю, что сначала платная сложность и фикация для золотого показалась нам как-то не очень, а потом разработчики распробовали. По сути, это джуниор, миддл и сеньор сдают и соревнуются, кто круче, кто больше уже ждут, когда появится новый экзамен. Подчерктура-забодчикам нравится челлендж, это интересно. Для вас это и обучение, и оценка компетенции сотрудников, это и отстройка от конкурентов, я круче, потому что у меня в команде пять экспертов или профессионалов, это объективная оценка от вендора, клиенту она также очень понятна, они понимают, что такое стификат. Собственно, используйте не только как для получения статуса. Успешной вам всем стификации, если есть вопросы, я с удовольствием отвечу. Аплодируем. Спасибо. Спасибо. Виталий Дудко задал два вопроса. Первый маленький. Оплата будет за каждую попытку? Конечно. И второй чуть побольше. Расскажите про три уровня компетенции при сдаче, на что это влияет? Если вопрос не понятен, надо уточнить. Виталий, я тогда передам Виталию микрофончик. Виталий, привет. Очень полезно, спасибо. Три уровня это про профессионала, правильно? Базовый профессионал и экспертами. Это на каждом экзамене в результате один из трех уровней или это в сложном? Чтобы получить уровень, нужно сдать ряд экзаменов и тестов. Базовый один экзамен, один тест. Профессионал ТД. то, что нужно двум человекам сдать. Где статус? Напишем на сайте поподробнее. Напишем. У меня вопросов нет. Муж из зала кто-то. Есть? Сейчас, одну секундочку. В субботу можно сдавать экзамены? Можно сдавать в любой день, в любое время суток, спокойно, из любого места. Круто. Давайте. Здравствуйте. Меня Дмитрий зовут. Сдавал я ваш экзамен два раза. Сдал? Первый, да. Второй, нет. Так. Свой отзыв хотелось бы сказать. Все круто. Мне все очень понравилось. Единственное, тут такая тонкая грань, то есть очень ограничено время. То есть у меня есть выбор. Либо делать очень быстро и сделать все, либо сделать очень качественно и не успеть. То есть, ну, второй экзамен, следовательно, я так и не сдал. То есть делал, делал, там думал, думал, а оказалось, не хватило времени. Это очень хороший вопрос. Я поясню. Объем заданий и выделенное время это часть методики объективной оценки знаний. Если мы дадим тебе мало заданий и много времени, то ты можешь размышлять сколько угодно, вспоминать и так далее. Мы не знаем, ты подготовился к экзамену, разобрался в теме, или ты методом научного тыка что-то опять натыкал. Я не готовился. Натыкал. И объективно тогда, что ты его не сдал. Суть именно в этом. И только зная заранее способ решения этих заданий, а мы считаем, что человек может сказать, что он прояснал, только если он знает, как они решаются на самом деле, ты сдаешься экзамен. Поэтому все, мне кажется, было честно. Еще такой момент. Только еще один вопрос. Ладно. Когда пишете ошибки, я начинаю вспоминать, что это такое было, и я думаю, блин, я этого не сделал, могли бы вы какой-нибудь скриншотик из кода вставлять и так далее, или копировать. Я понял идею. Вообще, на самом деле, если ты с чем-то не согласен или не помнишь, прямо пишите нам, можно сразу в техподдержку, можно нам дать в банкетах обратную связь. Я прямо это выделяю в тикет, и мы обсуждаем. Такое есть. В половине случаев, этот человек просто не помнит, мы поясняем. В половине он не знает, что это мы поясняем. У нас был всего только один кейс, когда мы действительно оказались неправы, а мы скопировали ответ не тот, не тому человеку. Человек расстроился, и вот у нас больше, почти по 400 уже экзаменов, только пока был такой один случай, в общем-то я считаю, в рамках погрешности все хорошо. Но если вдруг не согласен, пишите обязательно. Делать со скриншотами удорожит процесс оценки сильно. Не хотелось бы поднимать цены на экзамен. Ну, я думаю, все, не будем. Спасибо большое. Давайте у нас еще с Иваном будет митинг-поинт сегодня в пол шестого, по-моему, да, вот здесь вот возле фото. В пол шестого, да, здесь можно меня поднимать, здесь мы поговорим. Большое спасибо еще раз Ивану.